Ну что, народ, всем привет! Пора заканчивать мой небольшой отпуск. Давайте обсудим, что у нас происходит с Волкиным. Те, кто подписан на телеграм-канал, 100% уже все видели, все моменты мы с вами обсудили. Но если вы не подписаны, приходите, подписывайтесь и давайте погнали обсуждать всю эту историю. Если что, сорян за звук, совсем скоро все исправим, но пока так, пока так. Давайте, наверное, обсудим с того, начнем с того, что у нас было вообще по монетке. Куда мы катились, где мы остановились и почему все это дело у нас сейчас так вот стабилизировалось, можно так сказать. Я думаю, многие уже в курсе то, что писали очень много в этом в телеграм. Волкин топ писал, я писал, ребята репостили. В чатах это очень хорошо разошлось, да, то, что нашли этих фродеров, да, короче, чуваков, которые объюзили эту систему. Вся эта красота была найдена чатом китов. Я, собственно, в нем тоже состою, все это дело видел, сам смотрел, поэтому если кто сомневается, да, придумал это, кто не придумал. Нет, это, ребят, не придумали. Все пруфы также были, собственно, скинуты, да, то есть можно самостоятельно зайти на кошелек. Вот, кошка прибежала и посмотреть все транзакции, каким образом они поступали, куда они уходили, то есть для этого не нужно какой-то большой подготовки, чтобы убедиться в том, что это не фейк, что это реальная история. Вот, на канале Волкин Топ, на моем канале, ссылка в описании, все эти истории есть, можете просто отмотать и посмотреть. После этого, да, как вот вся эта история была найдена, все это было передано в поддержку и буквально там за считанные часы, да, все это дело решилось, фермы позакрывали. Курс тем самым стабилизировался, да, я вот, сами, сами вы все это дело наблюдаете. И последние дни мы в такой стабильности находимся, что очень-очень хорошо. Эти фермы работали продолжительное количество времени, вот, соответственно, потихонечку укатывался курс, но так как игроков много, за всем не уследишь, не получалось, вероятно, все это дело уследить. Вот, но так вот получилось, что у нас это дело получилось делать, вот, точнее, у отдельных участников чата китов. Сама эта новость, она мега супер позитивная, это отлично, да, потому что сам факт того, что ферма была найдена, аккаунты были заблокированы, да, активы, те, которые удалось закрыть, собственно, они были изъяты, вот, это все мега крутой позитив, и он отразился на курсы, мы увидели стабилизацию, мы увидели даже какой-то локальный рост где-то, да, это прям круто. Потому что одно дело, если бы проект был какой-то невыверенный, да, то есть там по токеномике не очень все сходилось, ну и так или иначе, да, то есть мы увидели, что люди выходят, это неинтересно, это было бы хуже гораздо. Вот, так у нас есть четкая, понятная причина, почему все это дело у нас происходит, почему мы, вот, смотря на график, хотим плакать, да, кто-то, может, не хочет, кто-то, наоборот, радуется, закупает. Вот, у меня все эти чисто смешанные, но так или иначе. Также многие ждали анонса, да, по нынешней ситуации, что происходит с токеном, что происходит вообще с этой историей, да, потому что это по-любому надо выносить в паблик, чтобы все люди понимали, как это, что, почему процесс так или иначе строится, да, как это все на токен влияет. Вот, но уже прошло 5 дней, анонсов мы не видим, участность вышел один из анонсов, да, про, на секундочке, почти август, но анонс вышел про июнь, вот, пост по этому событию, так сказать, да, я писал уже в телеграме, вот, также переходите, смотрите, если не подписаны. Тут повторяться просто не буду, не хочу. Если совсем вкратце, то сейчас назрела огромная необходимость, да, в диалоге с комьюнити, потому что если мы заходим в официальный канал, в чат, это фат, это реакции, да, которые ставятся, смеющиеся смайлы, да, и прочие, вот. Ну, это такой очень явный показатель, что люди, которые в проекте, они не, ну, не то, что не доверяют, да, но все просто понимают, что это какой-то сюр уже и странное-странное поведение, вот. У всех есть вопросы, все также вкладывали деньги и просто люди хотят получить ответы, вот, но ответов пока нет. И, собственно, пост как решение, да, к этой проблеме, которая, как мне кажется, дала бы огромный позитив, да, вот эта вот связь, наладила связь бы с комьюнити, комьюнити с разработчиками. Это очень круто бы, короче, повлияло на всю эту историю. Я также знаю, что разработчики, они, ну, не факт, что сами разработчики, да, просто команда Walking, так или иначе, она смотрит за тем, что происходит в, в принципе, в инфополе, да, в инфопространстве, поэтому всегда реагируют, да, на то, что происходит, вот, и, собственно, все, сейчас пройдет ветер и договорю. И все так или иначе пушат проект, да, как своими силами, так и не своими, то есть нет такого сейчас у нас комьюнити, да, что все сидят, условно, там, на шее, да, и говорят, там, требуют чего-то, что вот сделайте нам это, сделайте нам то, что чатки то, что нас там чат, да, ребята организуются, Волкин Дар, например, да, они проводят разные конкурсы, ивенты и так далее, то есть комьюнити очень-очень живое. И с этим активом надо работать 100%, вот, и, собственно, решение, решение я предложил, надеюсь, в каком-то виде оно реализуется, потому что то, что сейчас происходит на АМА, да, во-первых, они стали гораздо-гораздо реже, вот, и на прошлой АМА, например, да, там задавалось, я уже не помню, ну, я не считал количество вопросов, которые там было, вот, но я думаю, сами вы смотрели эти АМА, все, все понимают, так сказать, собственно, содержание этих вопросов, оно не всегда, не всегда попадало именно в точках, точно в цель. Так что текстовый формат ответов на вопросы комьюнити был бы вообще супер-супер крутой, это можно было и обдумать, и посмотреть, сдать официальную точку зрения на вопросы, да, и разобрать куда больше вопросов, чем те вопросы, которые задаются рандомно, да, ну, от пользователей на АМА. Вот, конечно, оба формата, они супер-крутые, но вот сейчас явно не хватает текста, просто дать обоснование людям, что же сейчас конкретно происходит. Поэтому, собственно, есть и мой канал, да, на ютубе, в телеге, есть Волкин Топ, где также мы делимся тем, что, ну, не сказать инсайдами, да, а какой-то информацией аналитической, вот, что-то мы, как вот сейчас, допустим, история с абьюзом, мы можем это, об этом говорить, да, потому что все-таки от нас пошла эта информация, сами все нашли, сами это, все болеем за проект, хотим, чтобы он развивался долго и стабильно. Но какие-то вопросы, да, которые не закрыть с точки зрения, ну, без владения информацией от самого проекта, да, то есть, как сейчас там идет динамика пользователей, куда мы идем, как там откупается с раннера из блоков что-то или нет, если да, то в каком объеме, ну, и так далее, да, чтобы закрыть у людей многие-многие вопросы, там, почему токен просел, да, вот, условно, просто у нас есть свои теории, да, свои какие-то подтверждения, вот, очень интересно тоже была бы официальная точка зрения, и, мне кажется, многие-многие бы пад, да, тот негативное настроение, это все бы очень-очень сильно потушило. К тому же многие игроки, которые только заходят в проект, они заходят, знакомятся с проектом, да, через социальные сети, через официальные социальные сети проекта, когда они заходят в комментарии, читают там всю эту красоту, как вы думаете, что будет с токеном, будут ли заходить новые люди, да, будут ли они откупать ваших котов, будут ли они покупать монету, будет ли куст от этого расти, естественно, нет, вот, поэтому, когда мы с вами тоже пишем какой-то негатив в официальный паблик, да и вообще куда бы то ни было, да, я понимаю, что негатив, он в любом случае будет выплескиваться, вопрос, куда его надо выплескивать. Если мы это идем, вываливаем в официальный чат, в официальные соцсети, мы сами себе всю картину портим, всю малину портим. Новые игроки не заходят, курс не растет, коты не откупаются, поэтому такой вот формат ответов на вопросы, да, где был бы честный диалог с комьюнити, он бы сильно снизил фат, и всем бы нам от этого было хорошо, мы бы с вами все от этого выигрывали. Что будет по дальнейшему? Я думаю, что сейчас у нас где-то область дна, так сказать, да, всегда может прийти второе дно в подарок, но так или иначе, предположим, первый вариант, если мы сейчас, это падение было связано только с абьюзом, да, с фермами, это одна история, мы сейчас на дне, дальше у нас небольшой фат, потому что нет новостей, но так или иначе какие-то новости будут, нам обещали ПВП, нам обещали Фьюз, да, все эти две новости, они просто по щелчку пальца могут нас вернуть к значению 002, например, да, вообще в легкую, там ликвидности много не надо для этого. Если падение токена было связано с чем-то еще другим, например, да, это совсем другая история, да, тут уже так легко тузом унитить не получится, вот. Плюс, если Фьюз не оправдает ожидания, да, хотя с нынешним Фьюзом, в каком он сейчас виде находится, мне кажется, любой новый Фьюз, он будет более интересен, чем, собственно, нынешний, да, потому что все мы видим, что происходит с рынком, все мы видим, насколько эффективно сейчас юзить, это уже просто налог на 10-й, там, 9-й, 8-й ранг, что, в принципе, неплохо, да, повышать сложность рангов, да, чем выше ранг, тем, соответственно, лучше, но это тоже надо заслужить, так сказать, да, то есть вкинуть в игру правильно все это сделать, сделать, вот. Сама по себе модель это довольно неплохая, вот, но то, как могут сделать Фьюз, да, эта история, она может реально отстрелить и вернуть нас, ну, не вернуть, а сделать нас куда повыше. Поэтому я думаю, что на нынешнем этапе, да, паникеры все уже ушли, трушные такие ребята остались, вот, хотя, естественно, ну, фат есть, но фат есть, он обоснованный, понятный, и исправить его, то есть, довольно-таки легко, да, ничего такого страшного, криминального не произошло, нужно просто, как уже, пересмотреть, в общем, прошлое видео, да, вот первую часть видео, общаться с комьюнити и, соответственно, уже следующие два анонса, которые все из нас так сильно ждут, отправят нас уже довольно-довольно далеко, вот. Это мое мнение, я вот, собственно, не исходя из этой стратегии, как-то собираюсь дальше двигаться. Ну, и что касается Кьюза, да, если кто интересуется этой тематикой, да, как Кьюз может повлиять, Кьюз, новые игры, они особо не повлияют, прям вот, ну, вот, взять вот так вот, да, сейчас там соединиться, прыгнуть куда-то высоко, нет, такого не будет. Кьюз – это долгосрочное решение, да, для того, чтобы всегда в рынке был покупатель, да, в нашем случае, чем больше игр, тем больше фиатная выручка, тем больше, соответственно, будет откуп токена, тем самым мы будем продавать токен не только друг другу, да, там, новым игрокам, но и проекту, проект будет становиться сначала, там, 10% от общих покупок, да, 20, 30, 40, и это такой вот график средний по откупу. Ну, во всяком случае, я так, как я понимаю, что это должно работать, как это работает, как вот на 0.2, посмотрите, такая ровненькая-ровненькая полоса была, да, то есть проект просто берет, откупает токены и за фиат, и мы продаем ему свои токены для того, чтобы он уже дальше это все в экономике крутилось, сжигалось и раздавалось, тем самым все это колесо вот так вот работало. Поэтому, по моему мнению, сейчас вот ввести диалог с комьюнити, решить вот этот вопрос, да, с антифродом разобраться, чтобы не было, не повторялись вот эти вот моменты. Понятно, что полностью от этого не избавиться, да, но это можно сделать более таким трудозатратным процессом для людей, которые этим всем занимаются, и тогда они от нас уже отвалят, и мы сможем развиваться спокойно, вот, без разного рода абьюза. Два обновления, мы уже значительно выше находимся по нашему токену, вот. И кьюз, новые игрушки, новые игроки в проект, да, и новые все больше и больше финансовые фиатные выручки. Все это будет нас поддерживать, да, мы всегда, у нас будет возможность от кого разгрузиться, и чем больше игроков, чем больше фиатные выручки, тем выше, на выше, на более высоких значениях мы с вами будем разгружаться. Вот, мое видение такое, то, что нравится, сказал, то, что не нравится, то, что сказал, пишите в комменты, что вас сейчас бомбит. Вот, я, конечно, все комменты смотрю, и во всех чатах тоже смотрю, и пишу редко, в основном только в чате китов. Вот, но я думаю, что у всех плюс-минус одинаковое настроение, а также провожу опрос, поэтому, в принципе, вас понимаю. Но обязательно, обязательно пишите, что вас сейчас конкретно бомбит, и что бы вы хотели, чтобы, как, в общем, можно улучшить проект, чтобы вы прям были вот в восторге, красота и счастье у вас было. Вот, с вами был Алекс, всем пока-пока, до скорой связи в Тбилиси.